Наверное, многие считают, что все актёры, как правило, амбициозны и видят себя только в главной роли. Среди них мало таких, которые предпочитают играть второстепенных героев. Но практика уже давно показала, что для хорошего по-настоящему артиста неважно, на какую роль его пригласит режиссёр. Большой профессионал в любой картине может сыграть так, что его образ обязательно станет культовым и надолго останется в памяти зрителей. И не имеет значения, главная у него роль или второстепенная. Камера моя! Камера моя! На съёмочной площадке фильма «Жамбл» Жанна Деуэр достаточно оживлённо. Картина приурочена к 175-летию со дня рождения выдающегося «Жамбл» Жабаева. Сейчас как раз снимается сцена с актёром второго плана Алмасом Шаяхметовым. Наверное, нет такого человека в Казахстане, который бы не знал великого Жамбл. Он оставил после себя огромное поэтическое наследие, и в этом фильме я исполняю роль Кабдельмана. В основном составе героя фильма этот персонаж второстепенный и положительный, и он пришёлся мне по душе. Знаете, когда я получил эту роль, то сильно обрадовался. Играть историческую личность — это большая ответственность, и требования у режиссёра высокие к этой роли второго плана. Алмас Шаяхметов. Актёр Казахского национального драматического театра имени Ауэзова. Но опыт работы в кино — это для него далеко не первый. Он активно снимается в отечественных полнометражных фильмах, сериалах, и уверен, что выбранная им профессия — это призвание. Как оказалось, ещё в детстве Алмас с удовольствием участвовал практически во всех школьных постановках. И мечта блистать на большом экране однажды сбылась. Мой герой Кабдельман в течение девяти лет работал с Жамбылом, записывал все его произведения и представлял их публике. Это положительный герой. Но при этом не надо думать, что он всегда поступал правильно. У него были свои минусы. В этом персонаже я увидел патриота, который любит свою родину. Отдельной линией повествования прописаны его взаимоотношения с Жамбылом. Играть в фильме роль второго плана не так легко, как может показаться со стороны. Нужно быть интересным, не переигрывать, не перетягивать внимание зрителей исключительно на себя и не становиться основным фокусом в том или ином эпизоде. То есть актёр должен уметь балансировать свою игру, а для этого важно обладать опытом и навыками. Конечно же, актёры первого плана – это главные герои на сцене и в фильмах. И они должны выполнять задачи, поставленные режиссёром. Безусловно, и перед актёрами второго плана ставятся задачи. В то же время многое зависит и от самих артистов. И если тебе удается успешно раскрыть свой персонаж, найти какую-то изюминку, то ты можешь стать более интересным для зрителя, чем главный герой. Такое часто происходит в театральных постановках и в кино. Бывает, что актёр начинает импровизировать, и режиссёр его в этом поддерживает. Обычно подбором актёров для фильмов занимается кастинг-менеджер. Именно он ищет людей для основного состава и массовки. Но часто бывает так, что статистам, не прошедшим строгого утверждения на роль, а также актёрам, претендующим сыграть основных персонажей фильма, приходится участвовать в сложном отборе, но уже с участием режиссёра картины. В любом фильме есть главные роли и основные. Основная – это роль второго плана. Но это, можно сказать, один из компонентов общей атмосферы картины. Соответственно, как и на главные роли, обязательно подбирают состав для исполнения второстепенных персонажей. К этим артистам тоже высокие требования. И чаще всего выбрать актёра на главную роль проще, потому что, как правило, сценарий пишется под определённого человека. Вот поэтому бывает сложно найти именно актёра или актрису для исполнения второстепенных героев. А в исторических фильмах вообще есть такое понятие, как портретное соответствие. Вот, например, наша картина про Жамбыл Ажабаева. В ту эпоху жили такие великие люди, как Сакен Сейфуллин, Ильяс Женсугуров, Куляш Баисеитова. Все они в фильме в числе основных героев. И подобрать такой актёрский состав, чтобы было портретное сходство с историческими персонажами, очень сложно. Но чрезвычайно важно, ведь без них не будет нужной атмосферы. Жандос Кусаинов – молодой, но уже опытный режиссёр. В его багаже такие полнометражные художественные ленты, как «Эли», «Шабдала», а также сериалы «Жаксы Адам» и «Коке». Есть такой режиссёр Идни Люмет. Он написал книгу «Как делается кино», в которой есть такая фраза. «Режиссура – самая лучшая работа в мире». Конечно, можно многое сказать о том, почему люди выбирают эту сферу. Вы только посмотрите, сколько народу сегодня на съёмках. И всё это для того, чтобы воплотить в жизнь задумку сценариста. Это огромное эстетическое удовольствие, причастность к волшебству. Может быть, всё это меня и привлекло. Это тот случай, когда ты не можешь этого не делать. По словам актёра второго плана, режиссёры часто требуют от них некой изюминки, которую бы не только украсила сам персонаж, но и весь фильм. И для этого приходится более серьёзно прорабатывать образ своего героя, его характер, повадки, сравнивать с другими людьми, искать то, что обязательно запомнится зрителям. Есть два способа работы с тем или иным актёром. Первый — это воспринимать его как некий инструмент, то есть полностью расписать мимику и движение исполняемого персонажа. Подобной схемой в своё время пользовались такие режиссёры, как Андрей Тарковский, Бергман. Второй способ заключается в том, чтобы не заставлять актёра делать то, что у него не получается. Например, не всем и не со всякой внешностью доступно сыграть интеллигента до мозга костей. Для кого-то это чуждо требует длительной подготовки и более сложного грима, то есть ему больше подойдёт роль пастуха, инженера или нефтянника. Зачастую именно внешность диктует роль, но если бы подобрал подходящего артиста, проще отдать ему сценарий и дать полную свободу действий. Вот поэтому я подбираю таких актёров, которые темпераментом, характером или внешностью схожи с тем или иным персонажем. Актёр второго плана – это человек, который своей игрой поддерживает ведущих актёров. В отличие от статистов, он может сыграть ключевую роль в сюжете и занять значительное время на экране или сцене. Это важная работа, и она часто признаётся таковой сообществами, присуждающими награды. В нашей стране вот уже несколько лет подряд проходит национальная театральная премия «Сахнагер», учреждённая Ассоциацией театров Казахстана. С прошлого года здесь награждают и актёров второго плана. Ну вот, допустим, я получила «Сахнагер» в прошлом году как актриса второго плана, «Лучшая актриса второго плана» со спектакля «Купья». У меня там роль была отдел кадров про учителей, педагогов, и я в отделе кадров работаю. Я выхожу только в начале и в конце, принимаю новых педагогов. И всё. В остальном у меня только в массовых сценах. Я вообще, если честно, для меня было с сюрпризом, что выход первый и последний, и я получу такую национальную лауреат, стану. Для меня это, конечно, было шоком. Роль, вначале, когда я начала над ней думать, ну, отдел кадров, какая она может быть? Ну, обычная женщина, которая пишет бумаги, да, принимает, да, до свидания, здравствуйте, всё. И я взяла, вот, как в фильмах раньше военных, строгие женщины в этих военных штабах, да, вот, жестокие немецкие в Германии, допустим, да, которые отсекают голову. В таком плане у меня получилась роль и голосовой, и всё. Вот впервые у меня вообще такая грубая очень была роль, эпизод. Вообще это эпизодик. Ну, настолько я сама полюбила этот эпизод, поэтому, наверное, и получила эту номинацию. Динара Абикеева. Правнучка казахского акына, певца Естая Беркимбаева. Он был одним из первых членов Союза композиторов Казахстана, заслуженным деятелем искусств Казахской ССР. Видимо, поэтому Динара часто шутит, что выбора не было, искусство у неё в крови. Впрочем, с малого возраста она пела и танцевала в детском саду и в поселковом доме культуры, грезила быть балериной. Но примерить пуанты ей так и не удалось. Хотя на большую профессиональную сцену она попала, будучи студенткой первого курса Академии искусств имени Жургенова. Причем юную актрису пригласили не куда-нибудь, а в театр юного зрителя имени Габита Мусрепова. Я помню до сих пор свои сочинения во втором классе, мама до сих пор сохранила. Я нарисовала сцену, то есть будущая ваша профессия, это был второй класс. Я нарисовала сцену клоунов, балерин, певцов и написала «Я, когда вырасту, буду жить в Алматы и стану артисткой». И, видимо, я вслед за своей мечтой шла и достигла эту свою мечту. В начале своей карьеры Динара, как и многие другие начинающие актеры, мечтала о главных ролях. Но вскоре поняла, что второстепенные и эпизодические роли могут быть настолько яркими, запоминающимися, увлекательными с точки зрения актерского искусства, что играть их намного интереснее, шире палитра. Я уже около 20 лет работаю в театре, много разных ролей было. По молодости, конечно, очень было много ролей в детских спектаклях. Прям очень любила я детские спектакли. Во взрослых спектаклях, конечно же, были и главные роли, но я всегда любила эпизодические и второстепенные роли. Преимущество в том, что в эпизодических и второстепенных ролях ты можешь находить кучу разных образов. То есть то, что непозволительно, допустим, главной роли, то в эпизодах ты можешь настолько яркие, найти образы, импровизация, там все допустимо. В театрах нет кастинг-менеджеров, потому что труппа, которая участвует в спектаклях, уже давно сформирована. И режиссер сам зачастую отбирает артистов на роли в новой постановке. В основном, конечно, распределяют режиссеры сами, ассистенты помогают. Бывает новый режиссер, когда приходит, особо актеров не знает, либо смотрит спектакль, выбирает, либо кто-то подсказывает. А иногда бывает, актер сам подходит и проявляет инициативу. Также было со сказкой «12 месяцев» мы нас здесь ставили. Мне предложили роль подчерицы. Я сказала, знаете, мне так скучно эту роль играть, а можно я наоборот ее сестру буду играть? То есть дочь мачехи. Вы знаете, я прям балдела. И я нисколько не жалею, что мне предложили вроде бы главную роль девочки. Я выбрала, наоборот, дочь мачехи. Не знаю, вот она яркая очень, там характерная она. Ну девочка-девочка, а она, ну как Чурикова-Морозка. Вот один в один, почти такая же вот роль. Мне было очень интересно работать. Наша съемочная группа побывала на репетиции нового спектакля, который готовят в Республиканском немецком драматическом театре. Это экспериментальная постановка, где актерам приходится обходиться без реплик, так как они изображают птиц. Но больше всего нас заинтересовало то, что здесь нет ни главных, ни второстепенных героев. Это суфийская притча 11, если не ошибаюсь, века, автор Атар. И там повествуется вот об этом пути, как множество птиц собрались и пошли на поиски царя, который станет в их главе. И вот они договорились, к ним прилетел Удот, который сказал, я знаю, куда вам идти, давайте я вам покажу этот путь. И они отправились к царю, и вот они его нашли. Объединившись, в общем, к чему они приходят, то, что объединившись, дошли до конца пути 30 птиц, и они образовали этого симурга. То есть для меня это история о том, что каждый из нас является частью всего этого большого мира, и мы все влияем друг на друга. Ольге Ли всегда нравилось заниматься танцами и хореографией. В 14 лет она поняла, что хочет быть актрисой, поэтому и поступила в Академию искусств имени Жургенова, по окончании которой работала в театре, выходя на сцену. А сейчас Ольга уже пробует себя в качестве режиссера. Мне нравится процесс в целом, ну, в смысле, театр как процесс, как вот эта вот, как институция в целом. Поэтому для меня не принципиально, на сцене я или за сценой. Мне важно говорить. И даже если я не говорю со сцены, я говорю через актеров, как бы из-за кулис, грубо говоря. Ольга уверена, что для талантливого актера, который влюблен в свою профессию, непринципиально важно главную или второстепенную роль он будет играть. Важно сделать свой персонаж интересным, ведь каждый актер работает в предлагаемых обстоятельствах, заданных сценарием. И порой, полагаясь на себя и на свое тело, можно легко найти то, что раскроет героя еще сильнее и подчеркнет смысл произведения. Не бывает ни главных и суперглавных ролей в спектакле. Каждый элемент, каждый компонент спектакля – это очень важный механизм. Если не будет какого-то актера, как говорится, второго плана, то не сработает спектакль. Все равно, даже если я играю главную роль, она не состоится без тех, кто играет так называемые вторые второстепенные роли. Поэтому каждый актер важен. И это винтик одного большого механизма. Принято считать, что для актера получение главной роли – это безусловный успех. Тем не менее, артист, играющий первую скрипку, зачастую находится в строго заданных рамках. Если ты в спектакле или в кино самый сильный и добрый герой, то должен вести себя соответственно. Если ты первая красавица, вокруг которой заворачивается повествование, то не смеешь выходить из этого образа. И даже импровизировать нужно, находясь в рамках собственной роли. Когда у тебя какая-то более характерная роль, она тебе позволяет разгуляться, потому что нет какого-то очень такого стандартного клише, который тебя сдерживает в этих исключительных рамках. И ты можешь накопать именно вот эту вот свою изюминку, открыть именно этого персонажа. Для любого актера очень важно вжиться в роль, самому постараться найти недостающие элементы, которые не прописаны в сценарии. Это всегда нелегкий труд – собрать образ своего героя. И поверьте, этот путь приходится преодолевать всем актерам, независимо от того, какую роль им придется играть – главную или второстепенную. Спектакль «Бревящие полеты» – это был наш выпускной спектакль. Майер фон Тильман, «Сосед» – это… Ну, то есть при слове «сосед» у вас возникает такой образ, да, у каждого свой, но у меня, допустим, да, это в майке-алкоголичке такой веселый мужик, который всегда заискивает что-то там ищет, роется в чужом белье, так сказать, да. Но его трагедия заключается в том, что спина-то у него как бы кривая, горбатая, и горбатого только могила исправит. Я его более оживил. Это вы, если посмотрите, вы узнаете в нем своего любого другого соседа, который также заискивает, такой ходит, интересуется со всеми, сует нос не в свои дела. После получения профессионального высшего образования у актера Нурлыбека Моли Зарипова были попытки попробовать себя в других профессиях. Правда, он быстро понял, что без сцены ему жить неинтересно. Поэтому вновь вернулся в театр. Для него каждая роль – это открытие и возможность разобраться в окружающем мире, взглянуть на все с другой стороны. Главное – выйти, сделать свою задачу и как бы стремиться к тому наслаждению, к кайфу, который вот получаешь, когда зрители аплодируют. То есть предубеждение насчет того, что у тебя роль маленькая – у меня такого нет. Сцена, как известно, зеркало жизни. А в жизни не бывают только главные герои, как и в кино и театре. Недаром присуждают Оскара за роль второго плана. И есть народное звание – король эпизода. Вспомните своих любимых артистов. Наверняка там не только звезды первой величины. Субтитры создавал DimaTorzok